Слава Тебе за благословение в плодах. Ты дал мне безопасность и возвратил жилище наше. Хвала Тебе. Это Твоя милость. За доброго ангела-хранителя, который защищал и миловал нас. Хвала Тебя. Святые дары посылаем мы Тобой словно истинно молитвы. Аллилуйя. Аминь. Мы сейчас небольшой отчет сделаем. Я бы даже скажу. Работа была в чем заключалась. Бобры проели плотину. В водах листала. Они там мешки туда кидали. Пытались, наверное, мешки по 50 килограмм затыкать. Но она прорывает в другом месте. Бобры проели. Это нам бобры дали работу. Но они просили. Вода вытекает. Я приехал из-под самого низа. Я говорю. Еще нет. А нельзя остановить. Она проедена там подо льдом. А здесь так идет. Я говорю. Можно остановить. А как? Уровень поднять здесь за плота с тем уровнем, который под водой. А мы не знаем. Но не выше плотины. А почему? Я говорю. Смотрел фильм. Когда лодка затонула. И как оттуда они выбирались на 75 метров глубине. Есть торпедные аппараты. Круглые как. Куда торпеда заходит. Поэтому заранее напускают в воду, чтобы она выше торпеда. И только в воду заходит. А там открывает и выходит туда дальше. Я так и сделал. И воду остановили. И сейчас уже почти на 20 метров вода прибавилась. Источники сильные. Работали. Работали все хорошо. Ну были баловники. Наказал. Одна отроковица. И один отрок. Наказание заключалось в чем. Там березка растет у нас. Пять раз белая. Туда и обратно. Так. На кто был наказан. У обоих родителей здесь находятся. Так что. Кто хочет сказать, что его несправедливо наказали. Если несправедливо. Вы сейчас и скажете. Встань на место. Не крутись. С чего ты с тобой? Он понимает. Вообще о том говорят. Парень, как говорится, дохлый. Ни за столом нигде. И никто не знал, как расшевелить. И вдруг кто-то случайно. А ведра накладываем в блин уносить. Я делаю где. А вот Никита это изобретатель. Изобретатель с маленькой губкой. Что бы ни сказал. Он все делает по-своему. Он не объясняет. Никак. А ему кажется, что-то он сделал такое выдающееся. А штаны надел через голову. Не знаю, как это. Ведро ровно. Смотрим. Много или мало. Сам может отгрессиваться. Но два. Когда один тащит. Он изгибает позвоночник. А двое он ленит ровно. Он не тянут. И все. Подошел. Он уже один у него работает. А я его меньше ложу. То есть. То, что двое, это по боку. Он сразу хозяином себя расстопоршивается, как индюк на болоте. И жадно носит. Зачем ты это сделал? Глаза в разбежку. Я так говорю. Нет. С чем не согласен? Не надо. Я все прошел одно такое. Никита ничего не изобретает. Сначала освоил то, что вы изобрели. Вот в своей машине. Компьютер понимает. Он меня поставил компьютер здесь. Компьютер понимает. Жизнь совершенно не понимает. Не понимает, не видит, не жалеет. Даже не понимает этого. Петуха задавить к ногу, а он пошел дальше. Понимаешь, какое дело? Опаснейшее. С одним опасно оставлять детей. Я вас предупреждаю. Нигде не оставлять. Ночью я ему доверяю. Нигде, ни к одному пальцам не прикасаться. Слышали, дети? Если только хоть кто-то к вам прикоснется где-то, сразу оттуда вы бегаете, бежите сюда. Скажете, к нам кто-то там большой залез, нехороший или что-то. Вы сами знаете. Я над вами трясусь день и ночь. 45 лет. Ни одного решения, ни одного обвинения. Там чего только не говорят. На воспитателе пишут. У нас сухо. Нет. Ничего нигде нет. И вот этот отрок. Поставили его работать на одном ведре, спросили. Абсолютно другой парень. Наверное. Такая в нем бодрость. Такая живость. Он перед ней. Он буквально в предплясую лизгинку играет. Она идет с ведром. Вокруг ее коварем. По земле перекатится колесом прямо. Стоит, глянул. Опять через нее перевернулся. Я гляжу, как бы не разбился. В нем вся энергия копилась за три часа первой. Это означает, где-то его ждет что-то и кто-то. Я знаю. Мог бы рассказать больше, но в маленькие не поймут. Но я знаю. Это Илья от Невельчины. Браков рождается такие. От похоти. На первом месте. Или что-то. Я предупреждаю. Никаких. Все. Кончилось. Белосерд затмился. Одна играет в Рося. А во что играет? В игру, которая называется Фрося. И она одна в бедро несет. А этот-то увевается вокруг. Винтом идет. Там пленником-то боком. Я ничего не мог сделать. Пришлось наказывать. Но бегал. Бегал. Дальше кто бегал. С тем отдельно я ухожу в сторонку маленькой и начинаю молиться. Ну, одна девица придумала то, что... Ну, парень хороший, который накладывается. Ну, видно, что... Ну, хороший. Ну, обрати на меня внимание. А как обратить-то внимание? Они все хорошие. Он накладывает в ведро. Она его придет ведро. Прокинулась. Он на нее обращает внимание. И что делаешь? Хи-хи-хи-ха-ха-ха. Я опять наградусь. Я смотрю. Она думает, и уже. А я работу. Я все вижу. Вот самих и все. Баленька погодя. Она вроде застрясена. Баленька погодя. Откнула ведро. Прокинулась. Работа-то стоит. Ну, обрати на меня внимание. Надень мне ведро на голову. Эта глина по мне потечет, как пудра какая. Я буду рада и благодарна. Они обращают внимание. А он ко мне подошел уже. А еще земля такая твердая. То есть он не кручен в такой работе совершенно. Он хороший парень. Я действительно вам скажу. Хороший. Имя у него пророческое. С таким именем мало людей на земле. Но все-таки это работа. Ну, еще наказал пять раз бегать. Она не добегает до тележки, а оттуда нет. Которая отрезки не добегала пять раз тогда, что на лето вместе. Докончила. Теперь отдельно помолились. Красиво и интересно провели время. То есть они прощеные. Никто не имеет права над ними смеяться. Обеды не лишаются. Двойное не бывает наказание. Или то, или другое. Они чистые. Все чистые, все хорошие. Так. Обеды есть за то, что наказал? Нет. Нету. Я туда спрашиваю. Обеды есть? Нету никого. Вот я это и ждал. Они осознают, что это по правилам. Работу проделали большую. Большую, тяжелую. Ну и... Ну... Наталья, скажи что-нибудь вы ей. Заводник? Которые считали, что... Сейчас... Бывай, пиши, пиши, не слышу. Бывает так, что некоторые сильно... Ну, рукавиц не было, действительно. Задушку где-то, ну, поменьше. А я... Как меня называют там машины? А я там твердую землю рублю... А они тогда кому назначено там? А тот стоит, ничего нет. Они все ко мне идут. Там двое, трое. Теперь вяжу четверо уже. Ведра тащат. И всех обеспечивают. Как бульдозер работает, так и экскаватор. Ну и взяли у меня. Я не зря на работу-то. Я скажу, что все работали хорошо. За всеми я не видел. И даже те, которые, я знаю, взрослые, бывает... Недовольны. Все работали до конца. Как будто бы кто-то хотел уйти, но я пристыдил. И сказал, значит, ты уйдешь, своя работа ложится на другого. Мы не уйдем, пока не сделаем. Это все, что плотину снесло, снесло водой, и мы ее выровняли. И сейчас бульдозер может прийти, где мы из середины выбирали. Мы все это заполним, и еще можем поднять ее сантиметров на пятьдесят. Это... Теперь надо идти через полтора часа за мной, Роман заедет, и мы пойдем пили деревья, сваи готовить. Работа трудная. Вам нельзя делать. Но парней я бы взял на работу. Шкурить. Ваня, чемпион был. С ножом. Кто умеет работать? Шкурку снимать с дерева. Вы уже работали, знаете это? Березовая. Жель березовая. И с нее шкурку надо снимать ножиком. Еще не надо по шкурке только взрослых, то нам нужно помочь. У них стыльная здесь. А теперь мы пойдем в кленку. Какой размер, точно не знаю. Ну, где-то метр шестьдесят-семьдесят. Примерно сто двадцать-тридцать штук надо сваи заготовить и заострить. А потом, когда привезем, их нужно все пропитать хоть немножко. А потом их, когда будет работать, кувалдой загонять в воду. А потом скреплять между собой и потом между собой стягивать. И все это сделать под землей. То есть замысл, я думаю, правильный. Но как удастся? Сегодня у нас удалось все. Там я могу загонять сейчас сюда трактор и трактор-бульдозер. Бульдозер дорого козится. Каждый день примерно по пятнадцать тысяч. Пятнадцать тысяч. Он у меня работал здесь и день сто пятьдесят тысяч. И за то, что его пригонят сюда, сразу на кон двадцать пять тысяч. Вот так. А у меня пенсия шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля. Явно дело, что деньги не мои. Но я... А где деньги? Понятия не имею. Я начинаю молиться и внезапно у меня появляются деньги. Это как будто дома я нарезал газету какую-то. Утром прихожу, банкноты лежат. Я за два года, вот позапрошлое это, вложил больше полмиллиона. В землю зарыл. Так один говорит. А с покупкой домов мне обошлось это больше миллиона. Это ничего даром не делается. И это все есть люди. Из-за кого-то молиться надо. Моего там ничего нету. Начинают. Я сделал там, подарил. Это не мое. Мое, как сказать, идея так. Идейный план я думал. И как в прошлом году, когда лагерь уже явно я закрыл его, как начальник. И говорили, переходим в другой формат, мы будем покупать дома. И никто, не деревянский. Примите в свои дома они. Так это отвечать за них надо, за детей. Они куда попало лезут. Их оставили. Если они залезли на крышу, на балкон уже на шипере стоят. В прошлом году было. Да, так. 45 лет. Так и они у вас залезут. Ну, это еще пока удастся. Залезут они или не залезут. Так, к постелям не прикасаться днем, сказал. Не заходить. Вы, ребята, день проводите здесь. Туда не заходить. Утро выше, все. Закончено до вечера. Никита. Слышал? Ни под каким бедом, ни туда. Тому бывает забыл что-то сразу брать. Без головного бора не ходить. Это же фуражкой крутит. Я не заходил ему, так нравится. Или так поверну. И так он эту фуражку заглушил. За счет фуражки. Прямо как. Это опасность. Опасность, при том, убийственная опасность. Потому что на этом сталкиваются и у коров-быки. И вот собака берет друг друга. И в природе, и везде. Где бы ни было. Петухи берутся в усмирь между собой. Вот они сойдутся когда-то. А Коля согуляет и все. Но за то, если она поймала мышь или лягушку, всем табумом за ней гоняются целый день. Женщина приобрела. Да не в жизни отца. Моя лягушка. На все можно смотреть и учиться. За стол. Разговорчики. Разговоры. За столом ни одного слова. Как кто-то заговорил, за столом у нас. До вечера. Молча себе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Иду, жалу, и на стол сразу полез. Стану не прикасаться. Уже сразу лег, чашку облакал. Нельзя это делать. Зачем поменяла? Ешь сейчас маленькую. Ты добавить? Давай добавлю. Да, добавьте, я вообще могу много. Маленько смотри, подсказывай. Зелень эту сразу ешь.